Михаил Зощенко Зощенко – писатель, юморист А вы его любите? Естественно А что любите? Зойкину квартиру Юмор, который был раньше, чем он отличается от сегодняшнего? Сегодня появляется много чего нового, много новых тем Поэтому цензуру отменяет, можно шутить на все темы Современный, плоский совсем такой Ну, конечно, Зощенко не сравнить У нас такие выражения, такие и все И они, я думаю, останутся на все время И всегда будет всем интересно А сейчас Смотришь, вот эти аншлаги всякие Они, ну, совсем уже приелись до того, что уже там и смеяться тоже невозможно Ну, на самом деле, мне кажется, юмор сейчас такой не очень хороший по телевизору Очень много пошлого юмора Плоских шуток и всего такого Не очень приятного Современный юмор Он злободневный Но не такой добрый Ну, знаю темами, наверное А какими? Современными Сегодняшний юмор, к сожалению, мне кажется, иногда бывает таким Как бы сниженным, ну, низким Таким вот, на мой взгляд Не всегда приемлемым для всей семьи, например Какие юмористические программы по телевизору смотрите? Comedy Club Уральские пельмени Да Ну, что еще Иногда шесть кадров Прям ночью сидишь Comedy Club Иногда бывает Шесть кадров КВН Больше ничего Иногда вот только Голые смешные Вечером там смешно А так, в принципе, нет Я не очень уже теперь Люблю и юмористические там анекдоты Или еще что-нибудь Я больше люблю классику Но, кстати, и Зощенко классик в своем жанре Ну, что из кадров интересно? Да все вот это Где там этот Галкин Юрий Гальцев Мне очень нравится все Да все наши юмористы Женщины, мужчины там И Воробей Да все, все, все Потому что, как время есть, всегда хочется посмотреть что-то веселое такое Чтобы Отвлечься А что-нибудь смешное? Смешное нет Смотрите? Нет А почему? Потому что Не угодно Богу А вы смотрите что-то по телевизору юмористическое? Практически нет А на 1 апреля вас как-то разыгрывают? Нет, боятся А почему? Потому что я очень сильно могу отомстить А как, например? Кулаком Мы уже этим не занимаемся Ну так, может в начальной школе Какую-нибудь любовную записку подкинем Ну человек не помнит что 1 апреля И верит Ну я шутки понимаю Но сама не специалист На 1 апреля вас когда-нибудь разыгрывали? Конечно, разыгрывали На 1 апреля можно всем шутить и всех разыгрывать Ну, иногда может быть А как шутите? Ой Ну что-нибудь там с правнуками Можно иногда Маленько пошутить Нет, это стандартный вариант парниша У тебя спина белая Своему товарищу позвонил С банка Что говорю Кредит у вас То есть когда будете гасить Он так расстроился Стал мне доказывать Что он не брал никаких кредитов А потом, когда узнал меня Очень долго смеялся Как-то сидел на работе Как раз 1 апреля А у меня там много Женского персонала было Я говорю, так, девчат Там подошел парень Продает какие-то таблетки Вот такие таблетки Стоит 3 рубля На пол-литра разводишь Получается бутылка водки Я говорю, отлично Я говорю, я попробовал Там классная штука Все так удивились Поверили честно По-честному все Я говорю, возьмите ребятам Мужьям своим Начали собирать деньги По 3 рубля Там все по-честному Ну что, девчат Вы совсем уже Потому что таблетка там На пол-литра воды Шучу Очень даже люблю А если Ну, то смеха заменяет Стакан сметаны То сколько сметаны Вы съедаете в день? Ведро Мало Ну, не очень много, наверное Ну, стаканчик каждый день Пожалуй, перепадает Ну, сейчас немного Такие обстоятельства в жизни Что не очень много Раньше Как-то больше было А сейчас нет Посерьезнее Вот уже внуки появились Все время заботишься о чем-то И смеяться, в общем-то Редко когда удается Сметана в день Отец говорит Ну, что, сынок Давай, значит Там у нас перловочка Я сейчас на перловочку Буду ловить рыбу А он говорит Папа, я перловку съел уже Пока шли Он говорит Ну, ничего страшного Там бутербродики есть Мама дала А мы хлеб На хлеб сейчас будем ловить А он говорит А я бутербродики все уже съел Он говорит Ну, что, сынок Доедай червей И пошли домой Редактор субтитров А.Семкин